Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Буганформ» в студии Виктория Саченко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Перспективы и планы, цели и задачи. Брестскую область посетил премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков. В ногу со временем на базе сельхозпредприятий Ивацевического района прошел семинар-совещание по вопросам внедрения современных технологий в животноводстве. Где тысяча, там и три. Губернатор региона Анатолий Лис наградил очередных передовиков уборочной страды. Проект преображения, яркий финал и нешуточные эмоции. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Накануне состоялась поездка премьер-министра Республики Андрея Кобякова в Брестскую область. Глава белорусского правительства ознакомился с работой ряда предприятий Полесского региона, а также дал оценку эффективности их деятельности в современных экономических условиях. О новых целях и задачах, планах и перспективах подробнее в сюжете Анастасии Новдрин-Плотницкой. Свой рабочий визит в Брестский регион Андрей Кобяков начал с посещения республиканского унитарного предприятия «Гранит», а точнее со знакомства с его производственными возможностями. На смотровой площадке карьера главе белорусского правительства было доложено о том, чем сегодня живет одно из крупнейших предприятий в Европе по производству нерудных строительных материалов. Только провели час назад взрывные работы, сейчас провели проветривание забоев и выпускаем транспорт на линии. Рабочий борт сейчас у нас начнет работать в русском бортном месте. А транспорт какой? Транспорт БелАЗ 60 тонн, парк у нас от 50 до 60 машин не держит, ну понятно с заменой. В принципе этого парка достаточно, что полноценная работа. То есть 50-60 машин, 60 тонн? Да, на линии до 35-38 машин в зависимости от загрузки. Основная деятельность Микошевичского предприятия направлена на обеспечение строительной индустрией необходимыми материалами. Однако для того, чтобы быть конкурентными на рынке товаров и услуг, руководство «Гранита» выступает с предложением о расширении собственных мощностей и возможностей. Новый инвестиционный проект – строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения «Ситницкая». Выгодное магистральное сообщение и хорошая сырьевая база позволили бы предприятию выйти на новые рынки сбыта и увеличить экспорт строительного материала. Финансирование инициативы планируется из средств Банка развития, бюджетных средств и, собственно, средств «Гранита». Премьер-министр поручил еще раз тщательно пересмотреть проектно-сметную документацию для того, чтобы оптимизировать ненужные расходы. Лемонтная база решила принести на это производство, потому что, в любом случае, потом, ну, прачечная, часть бытовых помещений, автопарк. То есть это удешевило еще где-то на 16 миллионов долларов, если не будет в долларах. Так надо диктовать проектировщикам свои условия. Зачем они-то излишние вообще вам ненужные сооружения, объекты планируют? Они планируют, как будто он в чистом поле строит. А вы же, считайте, два скульптинга завода. Надо общую инфраструктуру делать. То, что может функционировать на опыт, и там, чтобы он не функционировал. Работа нового горнобогатительного комбината позволит увеличить мощности производства щепня практически на 9 миллионов тонн в год. Удовлетворит потребности организации строительного комплекса. Создаст дополнительные рабочие места и даст новые перспективы для развития. Эти и многие другие вопросы стали темами для обсуждения во время встречи премьер-министра с трудовым коллективом Микошевичского гранита. Ознакомившись с ситуацией на производстве, пообщавшись с ведущими специалистами, Андрей Кобяков пришел к выводу. Небольшие трудности, с которыми столкнулось республиканское унитарное предприятие «Гранит», преодолимы. Нужно поактивнее поработать на сбыте. То есть объем этих рынков больше, чем производится в Микошевичах этих фракций щепня. Поэтому я считаю, что они сейчас имеют пока 82% к уровню 2014 года. У них есть все шансы выйти на 100% по меньшей мере по итогам 2015 года. Здесь абсолютно нет никакой критичности в ситуации. Есть определенные сложности, которые преодолимы. Еще одним пунктом рабочего визита премьер-министра стало посещение Пинского промышленно-торгового объединения «Полесье». Сегодня предприятие с практически полувековой историей находится в непростых экономических условиях. Однако, как заверил глава белорусского правительства, настроения на производстве довольно оптимистичны. Заработная плата выплачивается, цеха не простаивают. Пока в некоторой неопределенности остается программа на ближайшее будущее. В этом направлении Андрей Кобяков настоятельно посоветовал поработать руководству «Полесье». Реализация продукции происходит, деньги поступают на расчетный счет, но, к сожалению, пока до конца не прояснена перспектива, как предприятие будет функционировать не только вот сегодня, в сложных экономических условиях, обеспечивая свое, но более-менее такое приемлемое функционирование. Ну и через год, через два, через десять, даже через пятнадцать лет. В разумно короткое время должен быть подготовлен нормальный, абсолютно выверенный, прежде всего, технологический проект. То есть, чтобы было понятно, что и какими средствами, какими оборудованием, инструментами будет производиться. И, естественно, бизнес-план, где это будет все продаваться, как это будет востребовано. Ну и под эту задачу мы тогда продумываем и финансовые инструменты, как это будем реализовывать. Не осталось без внимания премьер-министра и еще одно предприятие Пинщины – открытое акционерное общество «Кузлитмаш». Сегодня оно является участником холдинга Белорусского автомобильного завода и экспортером оборудования в страны ближнего и дальнего зарубежья. Андрей Кобяков ознакомился с образцами, выпускаемые на предприятии продукции, количественный набор которой сегодня исчисляется не одним десятком экземпляров. Также руководителю правительства был продемонстрирован проект нового перспективного производства – кольцераскатного, которое должно появиться на заводе в 2020 году. Проект уже достаточно хорошо проработан. Сейчас завершается финансовая часть этого проекта. Она, в общем-то, тоже просматривается достаточно уверенно. Я думаю, что вот в пределах до конца года будет принято окончательное решение по организации этого, реализации этого проекта. Это позволит загрузить из трех существующих на сегодняшний день на козырь Маши корпусов. Один из корпусов – это технология. Та технология, которая предусматривается этим проектом, и в осеннем мире не существует. Сегодня конкуренты БелАЗа, это фирма КамАЦу и Котопиллер, работают на сварном варианте дисков. А он, кстати, к сожалению, сегодня является определяющим по ходимости машины, по износостойкости. И если этот проект удастся осуществить, так скажем, хотя, конечно, он не единственный мир, уникальный, то, я думаю, это будет значительно большое преимущество у нашего БелАЗа перед другими нашими конкурентами. В целом, как отметил премьер-министр Беларуси, ситуации, сложившиеся на трех предприятиях, критичными не назовешь. В каждом из случаев есть возможность вернуться в привычную рабочую колею. Однако, и это Андрей Кобяков подчеркивал неоднократно, за все нужно бороться. Никакой трагедии нет, настроение у людей нормальное, рабочее. Что нужно делать в данный конкретный момент, понимают все, и ни у кого нет никаких в этом плане упаднических настроений. Но, с другой стороны, за все нужно бороться. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Продолжаем выпуск. Семинар совещания по вопросам внедрения современных технологий в животноводстве состоялся на этой неделе на базе сельхозпредприятий Ивацевического района. В мероприятие, которое возглавил губернатор региона Анатолий Лис, приняли участие специалисты облсполкома и подведомственных организаций. Председатели райисполкомов, а также руководители мясо- и молокоперерабатывающих предприятий и хозяйств. Тему продолжит Анастасия Стропко. В практической части семинара его участники посетили два сельскохозяйственных объекта района – молочно-товарная ферма, кооператива «Любищица» и управление «Доманово». Хозяйство не передовики, однако и в отстающих не значатся. К современным технологиям, говорит председатель «Споколюбищица» Михаила Раденя, долго не могли подойти вплотную. Что-то казалось необязательным, что-то невыполнимым. Но главное – начать. И сегодня, очевидно, шагать в ногу со временем, перенимать чужой успешный опыт – дело важное. И, что самое главное, результативное. Когда мы были в прошлом году, нас повезли в Лунинский или Пинский район. Я посмотрел, это было, в принципе, начало зимы, и посмотрел на содержание телят, молодняка, а в нас этого всего не было. У нас существовал там АВМ, мы построили место АВМ, а достроили помещение. И, приехав с Пинска, зимой начали мы строить для молодняка, для теляток, для содержания, так, как мы там видели. Когда мы все это сделали, у нас пошли по новой технологии выращивания телят. И я без всякого такого приукрашивания говорю честно, что телята… Я и сам не верил, что килограмм, килограмм 200 привеса будет. Поэтому мы даже уже сейчас немножко сдерживаем. Те, которые по 4 месяца, по 5 месяцев, мы сдерживаем телят, то есть меньше даем кормов, потому что килограмм 200 привеса каждый месяц. Такое недоверчивое отношение к внедрению передовых технологий – не редкость. К сожалению, далеко не всегда руководители сельхозорганизации проявляют инициативу и самостоятельность. И часто что-то делать начинают в срочном порядке только перед проверками. Вот то, что они сегодня сделали, хорошо, молодцы, сделан колоссальный труд. Но скажите, разве надо приезжать к такой компании, ждать такой компании, чтобы эту работу сделать? У нас в каждом районе есть такие объекты. И, Анатолий Васильевич, по вашему поручению, мы на семинары будем выбирать такие объекты, но обидно, что они есть. Животноводство – важная часть агропромышленного комплекса области, поэтому данной теме уделяется повышенное внимание. Результативность здесь под особым контролем. Ежемесячно будут подводиться промежуточные итоги деятельности, исходя из которых разрабатывается дальнейший план действий как по всей области, так и по каждому отдельному хозяйству. По словам губернатора региона Анатолия Лиса, в будущем сельхозпредприятия области не будут предупреждаться о визитах, подобных прошедшему заранее. Это позволит, во-первых, увидеть реальную картину происходящего, а во-вторых, простимулирует управленцев на местах исправлять недочеты самостоятельно и сразу, не дожидаясь прямых указаний руководства области. Цель не в том, что, допустим, подготовить одно хозяйство или два в районе и вот показать, как у них хорошо. А цель для того, чтобы посмотреть реальную ситуацию, значит, подсказать людям, что сделать, как сделать, значит, и, значит, чтобы был в итоге эффект не только на одном комплексе или в одном хозяйстве, а в целом, чтобы в районе, значит, они готовились и понимали, все хозяйства, чтобы готовились, понимая о том, что вот такой большой группой мы приедем и посмотрим, и они должны отчитаться о том, как у них положение дела. 300 тысяч голов дойного стада и 5,5-6 тысяч килограмм молока на одну корову в год – таковы ближайшие цели и задачи животноводческой отрасли Брещины. И они, по словам Анатолия Лиса, вполне достижимы. Да, составляющих успеха в этом деле немало, однако и конечный результат того стоит. От продуктивности работы зависит благосостояние и каждого сельхозпредприятия и его работников. Это даст возможность, в принципе, хозяйствам, которые занимаются молоком, значит, иметь средства, выплатить заработную плату, закупить ГСМ, вот самое необходимое. Да, для этого, конечно, нужна еще и кормовая база и многое другое, но для Брестской области это реально. Вот мы такие ставим очень, ну, такие глобальные задачи перед отраслью животноводства. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрите итоговый выпуск программы БУК-Информ. Продолжаем говорить о важном, актуальном и интересном. Уборочная страда в стране подходит к концу. В нашем регионе осталось убрать меньше 1% площадей зерновых и зернобобовых культур. Уже сегодня в Закрома области перевезен 1 млн 404 тысяч тонн зерна при средней урожайности 41,7 центнер с гектара. Однако, несмотря на то, что завершающий этап жатвы уже практически позади, рекорды на молотов продолжают появляться. На этот раз героями страды 2015 стали комбайнеры Барановического района Сергей и Михаил Каленковичи, ставшие первыми на Брещене трехтысячниками. С весомым вкладом в Каравай области передовой экипаж комбайнеров открытого акционерного общества Барановическая птицефабрика прямо в поле поздравил губернатор региона Анатолий Лис. Подробности в материале Виктории Драгобецкой. В этом семейном экипаже, вопреки традициям, первым сел за баранку зерноуборочной техники сын, а не отец. Речь идет о старшем комбайнере Сергея Каленковича, который за 16 лет работы в хозяйстве, кажется, научился управлять своим комбайном с закрытыми глазами. Сначала Сергея помогала нажатве жена, которую затем сменил его отец Михаил. Причину своего успеха первые трехтысячники в области видят в надежной технике, а также в оперативной работе, которая по традиции начиналась ни свет ни заря. Шести часов подъем, 12 отбой, час спад ложились. Ну, как бы так. Погода благоприятная была, проблем не было. Техника надежная, уверенная. Городинная служба тоже оперативная. Все было плюс к плюсу и получился результат. Машина главная, остальное второстепенная, говорят хлеборобы-рекордсмены, приписывая львиную долю заслуги в намолоте техники. Сергей вовсе называет новый джандир пулеметом, отмечая его большую производительность и надежность. Согласен с ними генеральный директор барановической птицефабрики Евгений Хилько. При этом отмечают, что за руль такого комбайна можно посадить только опытного человека. Такая мощная техника, которая сегодня приходит на поля, надо давать надежным, грамотным, трудолюбовым исполнительным людям. Тогда будет результат. Я надеюсь, что к концу уборки, которую мы закончим за 2-3 дня, я думаю, что они подойдут общей площади уборки к 1000 гектарам каждый. У нас два джандира, и по 1000 гектаров уберет каждый при общей площади 5-600. Это есть результат. Два комбайна убирают, представьте, чуть меньше 50%. Героев жатвы Барановического района глава области Анатолий Лис поздравлял прямо в поле, на их родной Ниве, покорять которую они выходят каждый день, вставая ни свет ни заря. Для них днишнее уборочное страдание из легких, опытные профессионалы-механизаторы и желание внести свой увесистый кусок в общий каравай привели уборочный локомотив к заветной цифре в 3000 тонн. Вручая почетные грамоты и денежные премии аграриям, Анатолий Лис подчеркнул, что соблюдение технологии, ответственное отношение к своему делу и профессионализм представителей всех звеньев привели к такому достойному результату. Мы вообще-то ожидали меньшего результата, чем достигли. Почему? Потому что в начале уборки пришлось 10 тысяч гектаров убрать из зерновой группы в кормовую группу перевезти, потому что не сложился там урожай. И поэтому думали, что намолотим где-то на 150-200 тысяч меньше. Но благодаря Барановичскому району, Ляховичскому району, где урожайность свыше 50 центров, они зерна получили намного больше, чем даже мы думали. И в целом у нас вот сложился такой хороший результат – 1,4 млн тонн. В прошлом году, это был один из самых урожайных годов за последние годы, был урожай собран 1,450 млн. То есть мы практически только где-то 40-45 тысяч не доберем к самому урожайному году. Сегодня уборочная страда на Брещене вышла на финишную прямую в числе замыкающих хозяйства Барановичского и Ляховического районов, поля которых будут полностью убраны в течение одного-двух дней. Ну а сегодня хлеборобы Брещены ждут итогов жатвы 2015, которые будут подведены на областных дожинках в городе Иваново. Виктория Драгобецкая, Дарбакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. К другим темам. На этой неделе Православная Церковь отмечала один из важнейших христианских праздников – Преображение Господне. Это событие входит в число 12 главных православных торжеств, важнейших после Пасхи. Считается, что праздник Преображения напоминает людям о необходимости духовного возрождения, а потому этот день верующий должен провести в молитве и покаянии. В народной традиции Преображение называется вторым или яблочным спасом, поскольку в этот день освещаются самые распространенные плоды на Руси – яблоки. По приметам, с 19 августа ночи становится холоднее, начинается наступление осени и преображение природы. Об истории праздника Преображения Господня и яблочном сезоне на Обрещене расскажет Виктория Драгобецкая. Божественная литургия, чтение по Риме, а также пение канона, в котором подчеркивается величие Преображения. Все это – ритуалы богослужений, которые традиционно проводятся в церквях 19 августа. Цвет одежды священнослужителей в этот праздник – белый, символизирующий божественный фаворский свет. Именно со священной горой Фавор, на которую незадолго до своего распятия привел своих учеников Иисус, и связана история Преображения Господня. Господь берет своих троих любимейших учеников – Петра, Иакова и Иоанна, восходит с ними на гору Фавор. Но это скорее больше все-таки холм, чем гора. И там его лик, его одежда, его тело преображаются, становятся белыми, как солнце. Белое облако осенило Господа, и из облака был голос Бога Отца. «Сей сын мой возлюбленный, о нем же благоволих, того послушайте». Причем, что интересно, это чудо, когда долгое время как-то были даже еретики такие говорили, что на самом деле преображение – это было всего лишь некое атмосферное явление, что примечательно преображение случилось ночью. То есть именно тогда, когда именно дневной свет, он не мог воссиять таким самым обычным образом, что это подтверждение того, что было действительно настоящее божественное чудо. В русской народной традиции преображение называется вторым спасом или яблочным спасом. Во времена Древней Руси специально к этому дню яблоки везли целыми вазами. Часть плодов раздавали бедным и больным. В вечерской традиции вместо яблок несли виноград – основной фрукт в это время года. Сегодня верующие освещают яблоки и другие плоды, выращенные самостоятельно, либо купленные в торговых точках. Перед яблочным спасом наша съемочная группа побывала в фермерском хозяйстве Берестейская. Который славится своим 10-летним яблоневым садом. Здесь на 52 гектарах находится целая плантация августовских леголий, дженаголдов, рубинстаров и других сортов ароматных плодов. «Это моя жизнь», – говорит о саде опытный агроном со стажем Иван Махляр, параллельно рассказывая о тонкостях выращивания деревьев. На одно яблоко должно приходиться 90 квадратных сантиметров листвы. Никто их, конечно, не меряет, но практически так оно получается, что на одно яблоко должно быть 12-15 листьев. Все сорта яблок в фермерском саду поздние, поэтому урожай созреет примерно через две недели. В среднем одно дерево дает порядка 25 килограммов плодов. И это еще не предел. Львиная доля такого успеха принадлежит стараниям Ивана Степановича. Сегодня, находясь в саду, который закладывал, говорит о гордости и одновременно о грусти. Немножко и грусть, но и грусть в том, что когда-то придется уже и в возраст прощаться с садом. Ну и приятно то, что все-таки все это на своих глазах делалось. Это гордость есть, правда? Да, да, да. Кроме традиции освящения яблок, у православных христиан существовали и поверья, связанные с этим великим праздником. К примеру, у македонцев бытует поверье, что в этот день улетают ласточки и открывается небо, в котором можно увидеть Бога и загадать желание. Однако, в первую очередь, праздник преображения Господня несет в себе смысл духовного преображения человека, который путем искреннего раскаяния, исповеди и таинства причащения очищается от грехов и духовно преображается. Любой церковный праздник, будь то преображение, успение, вот чаем этого также праздника двунадесятого, любого другого, это не просто воспоминание неких таких рядовых событий. Этот праздник, он скорее для укрепления веры. Поэтому желаю каждому православному христианину, чтобы христиане укреплялись в своей вере, чтобы они не отступали от Господа Бога, чтобы укрепляли веру также и о учениках, как и ученики их, также вот родили о такой же вере, как была у Петра, Иакова, Иоанна и прочих учеников. Ну и, естественно, конечно же, наследовали Царствие Небесное. Виктория Драгобецкая, Кирилл Липовик, Ударт Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ. У женщины есть только одна возможность быть красивой, но быть привлекательной есть 100 тысяч возможностей. Высказывание известного французского писателя Монтескьо как нельзя лучше раскрывает замысел и концепцию стартовавшего месяц назад городского проекта «Преображение». Его целью было подарить девушкам возможность увидеть себя с другой стороны, раскрыть все грани своей внешности и, что немаловажно, научиться пребывать в гармонии. Путем проб и ошибок финалистки уникального проекта шли к заветной мечте – преобразиться, тем самым привнеся в свою жизнь новые яркие нотки. Наша съемочная группа следила за всеми этапами перевоплощений. О том, удалось ли девушкам добиться поставленной цели, расскажет София Бережная, ставшая свидетелем последних штрихов волшебного преображения. Волнительная атмосфера царила при каждой встрече участниц проекта со специалистами в области красоты. Однако, решившись на отважный шаг, преображение девушки не собирались отступать, ведь на кону стояла новая жизнь, полная открытий, встреч и восхищения со стороны окружающих. Отказаться от такого заманчивого вознаграждения брещанки не хотели, а потому строго следовали рекомендациям наставников. Поработав детально над гардеробом вместе со стилистом, найдя свои цвета и фасоны, девушки плавно перешли ко второму этапу – подбору причесок. И уже после первых экспериментов ощутили в себе существенные изменения. Впереди оставалось самое интересное – завершающие аккорды преображения. О том, что для участниц подготовили организаторы проекта, до последнего момента оставалось загадкой. Сегодня мы проводим завершающий этап. Перед этим была проведена большая работа над каждой героиней. Мы разобрали цели, задачи, образы и стили жизни. Конечно же, учли характер каждой из них. Мы выбрали для каждой свой индивидуальный персональный стиль. Последним штрихом каждого из образов, который разрабатывали специалисты для девушек на протяжении месяца, стал, конечно, макияж. Его задачей было подчеркнуть индивидуальность героини, а также расставить правильные акценты в зависимости от особенностей типа лица. Приступив к работе с первой героиней Юлией Анучиной, специалисты определили – образ девушки амбициозный и харизматичный, должен быть дополнен ярким, насыщенным макияжем. В случае Натальи Михалюк, второй участницы, предпочтение было отдано теплым тонам, что подчеркнуло ее мягкий характер и романтичную натуру. Женственность и элегантный стиль последней участницы, Александры Шлык, также грамотно дополнили некоторые акценты. Побывав в студии красоты, девушки отправились примерять наряды, подобранные стилистом. Впереди их ожидала заключительная финальная фотосессия. Образы начали продумывать, исходя из внутренних пожеланий каждой из девушек, особенностей характера, а также рекомендации стилиста Елены Гайкевич по созданию луков для фотосессии. Каждая девушка индивидуальна по-своему, и нам хотелось подчеркнуть и отразить особенности каждой из девушки на фотографии. Все, что ожидала героиня проекта дальше, это непередаваемые эмоции при виде нового полноценного образа. Работа над собой плюс огромный вклад специалистов привели к серьезным результатам. Вместе с кардинальной сменой имиджа девушки обрели уверенность в себе, ощутили свою неповторимость от прошлого отражения в зеркале, осталось лишь легкое воспоминание. Глядя на преображенных красавиц, дошедших до финала проекта, не возникает сомнения в том, что уроки мастерства от профессионалов пошли им на пользу. Багажом новых знаний они непременно будут пользоваться в дальнейшем. Очень рада, что попала на этот проект. Друзья воспринялись сначала так немножко не очень, особенно на работе, боялись, что сделают такую прическу, которая не будет на поседневную, то есть нужно будет переделывать. Но все рады, все довольны. Чего хочется? Ну, научиться макияж делать правильно, грамотно и поменять весь гардероб. Проект, можно сказать, дал начало решительности моей. То есть даже сегодня девочки в салоне уже говорили, привыкла к своему новому образу, будешь дальше изменять цвет волос, потому что первый шаг, он был очень сложный. Я была, закоренела консерватор, и вот меня покрасить, это было им очень сложно меня уговорить. Мне очень нравится, я очень довольна. Мои близкие, мама, папа, муж, ребенок, все увидели, ах, клево, круто. Я буду стараться придерживаться этого стиля, этого цвета волос однозначно. Я считаю, что он мне идет, и буду очень стараться. Как гласит известная пословица, подежки встречают, и совершенно недаром была придумана эта народная мудрость. Внешний вид способен сказать многое о человеке, именно поэтому так важно внимательно относиться к себе, не пренебрегая деталями. Проект «Преображение» стал доказательством тому, что вне зависимости от возраста, фигуры, роста, образа жизни и других условностей, каждая женщина может выглядеть прекрасно. Главное – этого захотеть. Я очень довольна результатом, потому что я вижу реальные изменения, которые произошли с девушками. Это не только внешние, но и внутренние. Они раскрылись, увидели себя с новой стороны, познакомились с интересными людьми. И очень мне нравится такое выражение, что никто никогда не возвращался из путешествия таким, как туда уходил. Мне кажется, что именно проект станет для девушек такой точкой на пути их совершенствования не только внешнего, но и внутреннего. София Бережная, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Бугинформ». И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Буг ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Бугинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями. И до встречи в эфире. В воскресенье 23 августа погодные условия на территории Брестской области будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в умеренно теплой воздушной массе средних широт. Сохранится теплая и сухая погода. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах 14-16 градусов выше нуля. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 24. В понедельник 24 августа погоду на территории Брестской области будет по-прежнему определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается малооблачная и сухая погода. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит 15-17 градусов выше нуля. Температурный фон дня – плюс 25, плюс 27. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова